Привет всем, меня зовут Михаил Гребенщиков. Сегодня я впервые выступаю в качестве блогера. И как представители этой профессии, я призываю всех подписываться на мой канал и ставить лайки. Сегодня я хочу поговорить о скандале, связанном со школой Аллы Борисовны Пугачёвой, и открыть все тайны. Вот тогда... 4 сентября 2017 года мое утро началось с огромного количества звонков от прессы. Все хотели узнать, правда ли то, что пишет журнал StarHit, или это очередной фейк. Сейчас я расскажу, как было дело на самом деле. Журнал StarHit возглавляет великий журналист Андрей Малахов. Соответственно, его команда — это только профессионалы, только люди, говорящие правду, только несущие лучшие новости нашей великой стране. What the fuck is this? Примерно 28 августа мне позвонила журналист из этого журнала, и, как всегда, такие журналисты представляются. Мы от Андрея Малахова. Мы от Андрея Малахова. Это подкупает огромное количество артистов. У них сразу начинает биться сердце, что про них напишут или их пригласят в передачу. И артисты с удовольствием откровенющат, потому что Андрей Малахов и его журнал — это же великое издание, и ему можно доверять. Журналистку зовут Ольга Плетенева. Она мне задала вопрос, как я могу прокомментировать свое увольнение из школы Аллы Борисовны. Сильное заявление. Поскольку лично от Аллы Борисовны я не получал никаких указаний о своем увольнении, я, безусловно, сразу же задал вопрос. Вам это сообщила Алла Борисовна или кто-то из руководства школы? Ольга Плетенева ответила. Нет, мне сообщили родители. Какой стыд. Я задал вопрос Ольге Плетеневой. Неужели это компетентно от такого уважаемого издания звонить к человеку с такими вопросами, не подкрепленными никакой информацией? Ну как это так? Почему нет? Нет, сказала мне Ольга. Это же родители, и они носители информации, и им можно доверять. Тогда я спрашиваю, можно ли узнать имена этих родителей? Объяснить этот факт действительно невозможно. Ольга ответила мне, что нет, эти имена строго засекречены, и она полностью им доверяет и хочет услышать мои комментарии. На это я ответил Ольге о ее профессиональных способностях и попросил больше не беспокоить с такими хулиганскими вопросами. Стовесть-то должна быть хоть какая-то! Фу! Наверное, многие зададут вопрос, как могут родители решать, кого уволить, а кого и нет. У них нет мозга. И что у нас там вообще происходит в школе? В своей статье Ольга открыла конфиденциальную тайну о том, что некая группа родителей решили помочь с арендой и купили школу. А став полноправными хозяевами, они решили кого-то уволить, а кому-то просто не позвонить. Но они же хозяева. Наталья, морская пехота! Я сейчас седу за руль. А ты вылезешь отсюда! У меня джип в Москве. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Мне не совсем приглянулась эта идея, и я решил дождаться 1 сентября, чтобы прояснить ситуацию и получить ценные указания от Аллы Борисовны. Ольга Плетенёва влёт! Я дал десятки интервью, пытаясь объяснить, что здесь правда, что здесь неправда. Но ни один из представителей СМИ не попытался вникнуть в суть вот этой истории. Всем хотелось исключительно узнать, закрылась школа Аллы Борисовны или не закрылась. В принципе, логично. Все журналисты придерживались текста статьи и поэтапно задавали вопрос. Итак, открываем эту статью и читаем фантазии Ольги Плетенёвой. Чем пахнет, а? Чем? На этой неделе в творческой мастерской «Примадонна» рецитал начался новый учебный год. Несколько десятков ребят под руководством певицы продолжили обучение вокалу, актерскому мастерству, хореографии и дефиле. Ольга Плетенёва влёт! Если журналист утверждает, что детей было несколько десятков, а всего у нас учится 35 детей, значит, пришло 35 родителей, привели своих детей и продолжили обучение. Не надо так. Помоги! Родители-энтузиасты уволили не только меня с их слов, они уволили учеников этой же школы. Кто-то из них не смог учиться, потому что у родителей нету средств продолжать обучение дальше. У кого-то были средства, но их дети были настолько талантливые, настолько видные, харизматичные, настолько уже медийные, что они, безусловно, раздражали мам, которые решили взять управление в свои руки. Ученики мастерской эстрадного искусства Алиса Голомысова и Даниэль Ульбаев. Но я смотрю в твои глаза! И они их даже не пригласили на открытие нового сезона школы. Просто как будто их три года и не было. Просто решили не перезвонить. Кого-то поддушила жаба. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Прошу заметить, что Ольга сделала свой репортаж на основании мнения двух засекреченных родителей. А в школе училась 35 детей. То есть мнение других 33 в данном случае не учитывается. Совпадение? Не думаю. Четко. Умеете? Могете? Мне кажется, тут что-то не так. Это какой-то брюк. Когда все это кончится. И мне очень хотелось бы узнать мнение других 33 родителей. Потому что мне кажется, в этом есть какая-то несправедливость. Непонятно! Итак, что пишет тут у нас дальше научный фантаст. Многих не устраивала его манера работы. Миша мог прийти на занятия или отчетный концерт в нерабочем состоянии. Вот это поворот! То есть Михаил Гребенщиков 4 года вот такой вот приходит в неадекватном состоянии. Общается с детьми. Больше всего меня, конечно, задело нерабочее состояние перед отчетным концертом. Нет, я даже не употребил ни одной чекушки. Отчетный концерт или мюзикл – это очень важное мероприятие для школы. Чтобы подготовить концерт, приходится работать далеко не по нормированному графику. Мой коллектив вел подготовку. Мы не спали, не ели. Мы работали на любимую нашу школу. А особенно перед каждым отчетным концертом я вообще не спал. Потому что делал все прям вот впритык. Готовился, готовился. Соответственно, мой внешний вид мог слегка быть потрепан, уставшим. Ну, такая человеческая сущность. Если человек не спит, он выглядит уставшим. А не спал я, потому что готовился к концерту и думал, родители, о ваших детях. Грубил и вел себя по-хамски, пишет Ольга. Не, ну ты индейец, я балдю, бам-бам. Значит, я грубил. То есть, простой человек читает и думает, что там творится в школе Аллы Борисовны. Бухой Гребенчиков приходит там, видит родителей и говорит, эй, мама, иди сюда, сейчас будем с тобой разговаривать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Если и был конфликт с родителями, только на почве учебного процесса. Некая группа родителей могла вмешаться в учебный процесс. Могли навязывать песни, могли диктовать, как выглядит хореография. Могли диктовать, как у них ребенок должен быть одет на сцене. Могли кошмарить какого-нибудь из педагогов, говоря о том, что наши дети не справляются с вашими танцами. На что вмешивался я и говорил, а при чем здесь педагог? Вы скажите об этом мне, Алле Борисовне. Вы не имеете права наезжать на педагога. В какой детской школе родитель может проникнуть на территорию школы, забить в угол педагога по танцам и высказывать им свое мнение, что он не так преподает танцы, он не профессиональный хореограф. Мне кажется, так не бывает и так нельзя. Так что я хочу сказать. Я делал родителям замечания, напоминая, что есть кодекс какой-то культуры учебного заведения. И родитель, несмотря на то, что он отстегивает большие деньги, не имеет права влазить в творческий процесс. Родители могли сидеть на репетиции. Идет репетиция, мы готовим праздник для родителей. Родители садятся на репетицию и снимают это с телефона. Далеко не все. Соответственно, я грубил, получается, родителям. Грубил, просто делая замечания. Ну, наверное, так бывает. Итак, далее Ольга пишет. Ольга Плетенева вьет! По просьбе мамы написал песню для ученика. А потом, ни с того ни с сего, отдал композицию другому ребенку. В предвкушении, что же будет дальше? Это человек зло, Михаил. Михаил прям зло злющенское. Прям вот такой вот, прям жестокий. Прям вообще просто глумится и издевается над детьми. Эта история была закрыта еще два с половиной года назад. Пересказываю. Я дал мальчику песню. Мальчик больше года репетировал ее. Вернее, наверное, не репетировал. И не хотел ее спеть. Мальчик должен был петь с девочкой в дуэте. Но мальчик так и не выучил эту песню. Ну, не выходила она у него. И я решил отдать эту песню другому мальчику, чтобы он спел в дуэте. На это событие мама решила устроить встречу лично с Аллой Борисовной и со мной, чтобы выяснить, кто прав, а кто виноват. Я навсегда запомню этот мудрый ответ Аллы Борисовны. Алла Борисовна сказала. Вы знаете, когда-то Леонтьеву предлагали песню «Айсберг». А он тогда был прям в топе где-то в начале 80-х. Все время в гастролях, все время в каких-то поездках, интервью. И ему все дни до новой песни. Но тут проходила Алла Борисовна. И увидела песню «Айсберг». И решил ее взять себе, потому что она ей понравилась. И тут, получается, Валерий Леонтьев опоздал. Вот этим примером Алла Борисовна объяснила маме, что шоу-бизнес так устроен. Если не поешь ты, споют другие. Если не успел ты, заберут другие. Многие, конечно, пишут. Это, наверное, деньги. Кто-то перекупил песню. Ничего подобного. За время работы моей в школе не было продано ни одной песни. Все было от души и на честном слове. На что мама была, конечно, удивлена. Она думала, что сейчас Алла Борисовна будет кошмарить Михаила, кошмарить и строить, и заставит его вернуть песню. Но Алла Борисовна сказала такую мудрость. «Зная это, знаю эту историю. Я не знаю уж, какая мама засекреченная сообщала эту историю, пересказывала. От прямого лица человека, с которым это произошло, или от пересказанной истории, слыша звон, а не знаю, где он. Но эта история была уже закрыта. И зачем поднимать это, мне просто непонятно. Я не понимаю! А те мелочи, которые происходили, в любом коллективе может быть невзаимопонимание, может быть какой-то конфликт. Но если это дружный коллектив, конфликт никогда не выходит за пределы школы или какого-нибудь предприятия, или, не знаю, офиса. Мне кажется, надо его решать внутри. А мамам захотелось рассказать. Мамам захотелось рассказать такую историю, что оказывается все четыре года нашей школы там работал какой-то хулиган, и на самом деле все было так невесело. Всего две мамы рассказали из 35. Я напоминаю. Вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах. Чем же я вас обидел, а? Ну, тут пишется далее, родители раскрывают тайну Аллы Борисовны. То есть Алла Борисовна сама нигде никому не заявляла ни о чем, что она хочет закрыть школу, или у нее денег не хватает. За нее дают интервью родители, потому что, наверное, они уже возомнили себя пресс-аташе. Ну, как же, они же купили, они же дали денег. Можно разговаривать. И вот они за Аллу Борисовну отвечают. Нерентабельное аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Да, стоит огромных денег. Да, школа не приносила прибыли. Эту информацию ухватила вся пресса и начали всем усолить. Школа не приносила прибыли. Школа не приносила прибыли, потому что она не нуждалась в прибыли. Это было благотворительное детище Аллы Борисовны. Мы отличались этим от всех других школ. Мы не брали поборы поголовно с родителей, как делается в других школах. Мы не оболванивали родителей какими-то контрактами, какими-то нелепыми фестивалями за деньги. Мы не продавали ничего родителям. Мы просто от души учили детей. Да, кто-то платил большую сумму, кто мог позволить. Это было всего лишь навсего 50% родителей. Другие 50% учились у нас в школе на благотворительной основе. Кто-то был талантлив, кто-то, может быть, из не самой богатой семьи. Кто-то выиграл конкурс. Именно в этом заключалось обучение. Я за 4 года так и не узнал, кто платил деньги из детей, а кто не платил. Для меня были все любимые и даже стали родными эти дети. Снова Ольга пишет. Посоветовавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя, но попросили избавить от нас Гребенщикова. Ну, безусловно, мы же платим. Мы платим, и мы диктуем правила. Давайте уберем Гребенщикова. Он такую правду нам говорит, которая нам не нужна. Мы сами знаем, как учить детей. У Гребенщиков-то вроде и не из профессии получается. Это мы, приехав из далеких-далеких глубинок нашей родины, приехав в Москву, почему-то вдруг решили, что мы можем быть продюсерами, мы можем быть, скажем так, творческими людьми. Потому что мы увидели, а что здесь, школа, все просто. Сцена, дай ребенку песню, пускай учит, надень его в костюмчик. Педагоги уже есть, все есть, все элементарно. Алла Борисовна, мы вам поможем. Нафиг нам Гребенщиков. Мы же сами творческие. За четыре года мы сами научились, как делать и строить школы, глядя на вас. Просто нам мешает Гребенщиков. Но, хочу вам сказать, Алла Борисовна так и не позвонила мне, и так и не сказала, Михаил, ты уволен. Если была бы такая информация, я бы и не говорил ничего. Ну, бывает. Поработал, надо что-то другое делать. Но такой информации не было. На этой неделе будет встреча с Аллой Борисовной. И я думаю, что мы обо всем поговорим и поймем, что же произошло. Ольга Плетенева врет. Далее пишет Ольга. Как удалось выяснить, Примадонна пошла навстречу. И с сентября Михаил больше в ее студии не работает. Вчера я был в школе. Разговаривал с директором школы, с управляющей Луизой. Луиза встретила меня, крестясь. И сказала, что Михаил, это не я. Это не я точно. Я не могла дать такое интервью. Вчера у нас было родительское собрание, и пришло очень много родителей. Хочу сказать, из 35 детей пришло не более десятка. И ни один этот родитель не знает, кто мог дать такое интервью. Даже одна из родительниц допустила такое мнение, что вот эту статью, клеветническую, дал сам на себя я сам. то есть я такой позвонил в Стархит и решил подбросить дров в огонь. Хорошее мнение. Короче, в школе из тех, кто продолжил обучение, из родителей, никто не знает, кто написал такую статью. Алла Борисовна звонит, конечно, директору школы и говорит, Луиза, что у вас там за статьи происходит? Луиза говорит, не знаю, не знаю, но вот какой-то демон взял вот и подошел к Ольге и говорит, давай наговорю тебе, давай наговорю тебе. Никто не собирался никакую информацию давать о школе, ничего мы не хотели открывать про нашу школу. А тут какой-то энтузиаст. Кто? Ольга категорически отказывается говорить, кто же дал такую информацию. Ольга Плетенева въем! Мое мнение, или Ольге дали очень много денег, или Ольгу запугали. В противном случае с Ольгой можно поговорить о 152-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, где говорится о том, что нельзя наносить ущерб репутации человека, если информация, которую вы излагаете, не подтверждена фактами. Где факты, Ольга? Две засекреченные мамы? То есть, так работает пресса. Мне кажется, у Ольги горел план к первому сентября. Большинство журналистов хотят сделать статью о первом сентября. Ольга уже неоднократно писала про нашу школу статьи, и наверняка ей дали задание «Сходи-ка в школу, узнай, что там у Аллы Борисовны». Безусловно, любая статья будет бомбой. То есть, любая школа млекнет просто ее первое сентября по сравнению со школой Аллы Борисовны. Безусловно, это всем интересно. А если еще написать на главной странице, все будут читать. Но если написать хорошо, никто не будет читать. Надо что-то придумать. Надо позвонить родителям и узнать, что там происходит. Родители дарят Ольге такую информацию. Хотя, в свою очередь, ни один из родителей не подтверждает этот факт. Это наводит на мысль. Может быть, Ольга, не найдя ничего интересного в первом сентября Аллы Борисовны, решила придумать. Ходила там у себя по кабинету, ходила и такая думает, вау, классная идея. Миша Гребенщиков, ну, кто за него вступится? Дай-ка придумаю, что его выгнали, что он алкоголик, хулиган. Класс! Так это же сенсация! А что Миша Гребенщиков сделает? Его же не пригласит Андрей Малахов с 35 мамами. И чтобы мы сели и поговорили с этой Ольгой, выяснили, что за родители или это ее больная фантазия. Получается, в нашей стране можно делать новости от невидимых каких-то персонажей. То есть, кто сказал, не скажу, но зато жизнь твою изгажу. Вы кто такие? Я вас не звал. А почему они так решили подпортить? Потому что последние 10 лет я нахожусь в реальном детском шоу-бизнесе. Я работаю с Артеком, я работаю с Орленком, я работаю с лучшими детскими коллективами, с лучшими детскими коллективами нашей страны. А родители это раздражает. Это раздражает родителей. Ну как же так? Миша такой крутой, а вот мы с ним не договорились. Дай-ка мы ему подпортим репутацию. Это, скажем так, моя версия происходящих событий. Или что-то не в порядке с головой Ольги. С самого основания он выполнял в мастерской обязанности креативного продюсера. Но пока отказывается комментировать увольнение. А почему я должен вам, Ольга, комментировать увольнение, если меня никто не увольнял? Если для вас журналиста, работающего в таком издании слова родителя является, скажем так, весомым, и вы можете просто так измазать жизнь, превратить в невыносимую жизнь просто человека, зачем вы журналист, Ольга? Вы не правы. Всего доброго. Когда вышла эта статья, мне сразу начали звонить другие родители. то абсолютное большинство, которое считает, что это полная чушь. И как ни странно, один из родителей является адвокатом, который и рассказал мне о 152-й статье. Как ни странно, один из родителей предложил свои услуги адвоката. Он сказал, что Миша, тебя оскорбили, тебя опорочили, и так новости не делаются. Это не факты, это полная чушь. Остановитесь! Больше всего в этой истории меня разочаровало то, что пресса не увидела в том, что какая-то безумная корреспондентка Ольга Плетенева написала полную чушь. И здесь было оскорбление меня по полной программе. Пресса увидела то, что им надо знать, так закрывается школа Аллы Борисовны или не закрывается. Безусловно, лучше написать школа закрывается, так громче, так же можно поржать. Ага, школа Туала Борисовна закрылась, давайте поговорим об этом. Ну, или не закрылась. Но никак никого не интересовало, что произошло со мной, как я несколько дней уже отвечаю на телефоны журналистов. описываю специально для того, чтобы больше никому не отвечать. Потому что сколько бы я не отвечал на вопросы, все равно пресса говорит о том, что у Аллы Борисовны закрылась школа. Все равно пресса говорит о том, что я хулиган и алкоголик. А другом пресса не говорит, что это ложь. Почему Андрей Малахов в своей передаче не хочет найти этих двух родителей? Где эти родители? Андрей, это твой же журнал. Ты собираешь такие телешоу, ты такой правдоруб, такой прям вообще честный. Вот, на твоих глазах, твоими же руками задето мое достоинство с помощью твоих бездарных корреспондентов. Самое интересное, что большинство участников школы рецитал знают, кто мог наговорить такую лжеинфористу. информацию. Все знают, но никто не говорит. Потому что если подойти и сказать пальцем, так это же ты сказала или ты сказал. Это твоя информация. Зачем ты так врешь? Человек сразу скажет, да нет, да нет, это же не я. Докажи. Но поскольку я за руку не ловил и доказать не могу, утверждать про конкретную личность никто не будет. А тех, кто сообщил такую чушь, кто подставил меня. В первую очередь, Аллу Борисовну знает только вот эта Ольга Плетенева, которая держит какой-то журналистский обет молчания. Итак, к чему мы пришли? Ольга Плетенева, мега-непрофессиональный журналист. Школа Аллы Борисовны не закрывалась, меня никто не увольнял. Школу Аллы Борисовны купили родители. Родители сами об этом рассказали. Сами сдали Аллу Борисовну вот этой информации, дав повод многим СМИ глумиться и стебаться над этой ситуацией. Спасибо вам, родители, большое. Алла Борисовна, ничего не хотел сказать этим интервью, просто накопилось. Просто хотелось, чтобы люди узнали правду. И средство массовой информации прекратило искажать эту информацию. Пускай моя мама спит спокойно и не читает эту чушь, эту озлобренную чушь. Безусловно, человек, проработавший 4 года с Аллой Борисовной, раздражает. Раздражает такой человек. Вот кто-то сидит и понимает, что он не рядом с Аллой Борисовной, а я с Аллой Борисовной был 4 года. Этим горжусь. Горжусь тем, что в моей жизни выпала такая честь работать с таким великим человеком. У нас была шикарная школа с отличной атмосферой, с юмором, с общением хорошим с родителями, с приключениями. Все у нас было хорошо, но кому-то оказывается не было хорошо. И кто-то из-под палки, как подлый человек, решил взять и отыграться на мне. С вами был блогер Михаил Гребенщиков. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Он протеже, можно сказать, Аллы Борисовны. Он писал и мюзиклы, и для чего. Видно там кто-то лично, возможно, он наступил кому-то на ногу и не извинился. Может случаться такое с творческим человеком, но то, что он там вел себя агрессивно по отношению к детям. Уже наша Милана поддавно пожаловалась. У нас Милана все рассказывает родителям, и дети его ласково называли бегемотик. Бегемотик, бегемотик, как мы вас учу на ротик, мы положим в этот ротик лукавую и монгодь. И тогда наш бегемотик, тогда наш бегемотик, тогда наш бегемотик будет счастье и здоров. Бегемотик, бегемотик! Редактор субтитров А.Семкин